И главные новости этого часа. По всей стране подводят итоги выбора. В Приморском крае явка избирателей превысила 61%. Такие данные на ночной пресс-конференции озвучила председатель Крайсберкома Татьяна Гладких. Цифра пока не окончательная. На момент брифинга необработанными оставались еще 5% от всех бюллетеней. Следовательно, итоговый показатель по явке еще немного подрастет. А как в целом распределились голоса приморцев, расскажет наш корреспондент Владимир Клюшников. Он сейчас на прямой связи со студией. Вова, приветствую. Какие данные Крайсберком приводит к этой минуте? Да, Наталья, приветствую. К этой минуте известны уже практически окончательные итоги голосования в Приморском крае. В течение дня эти цифры могут измениться максимум на сотые доли процента. Итак, голоса жителей Приморского края на выборах президента России распределились следующим образом. За Максима Сурайкина проголосовали меньше 1%. Также меньше 1% набрали Борис Титов, Сергей Бабурин и Григорий Явлинский. Четвертое место у Ксении Собчак 1,64%. Третьим стал Владимир Жириновский, более 7%. Павел Грудинин на второй позиции, 21%. А подавляющее большинство голосов приморцы отдали Владимиру Путину, около 66%. Другие результаты выборов нам готова прокомментировать заместитель председателя Краевой избирательной комиссии Лариса Орлова. Лариса Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько всего избирательных участков было открыто на территории Приморского края и сколько жителей Приморского края воспользовались возможностью досрочного голосования? Пожалуйста. На территории Приморского края было создано более 1500 избирательных участков. В том числе на избирательных участках, которые находятся в трудодоступных и отдаленных местностях и на судах, было обеспечено досрочное голосование. В досрочном голосовании участвовало более 10 тысяч избирателей Приморского края. Что касается возможных нарушений, зафиксированы ли они и что они из себя представляют? Естественно, ни одни избирательные компании не приходят без каких-либо обращений и жалоб избирателей. Вот вчера, 18 марта, на территории Приморского края, естественно, были обращения в избирательные комиссии. Очень много информации было в социальных сетях. Но с точки зрения избирательного процесса, мы считаем, что много видео, которые были размещены в соцсетях, они надуманные. Вот яркий образец того, что в 15 часов в соцсетях была размещена информация о якобы в бросах на избирательном участке в Приморском крае, якобы в находке. Однако такого даже избирательного участка у нас не создавалось. Как показали себя КАИБы и вообще система видеонаблюдения на участках? КАИБы – это комплексы обработки избирательных бюллетеней автоматически. Они у нас использовались на 145 избирательных участках города Владивостока. И, конечно, они себя показали хорошо. То есть это автоматизированная система, которая без вмешательства членов комиссии осуществляет подсчет голосов. И фактически минут через 40 уже готовые протоколы об итогах голосования выходят из этого комплекса обработки избирательных бюллетеней. Как можете прокомментировать работу на выборах общественных наблюдателей? Были ли они на участках, в каком количестве и помогли ли вообще работе? Мы очень тесно взаимодействовали перед...